Привет! Сегодня я вам расскажу, как зарабатывать на кликах, на примере сайта seosprint.net. Надеюсь, с регистрацией на сайте у вас проблем не возникло, поэтому перейдем непосредственно к работе. Вот это вот наш главный экран после того, как мы вошли на сайт. Кратенько, вот здесь вот указан ваш рейтинг, на что он влияет, можно посмотреть кликнув на него. Вот здесь различные статусы, как их получить и что вы получаете за обладание этими статусами. Изучите самостоятельно. Когда вы только зарегистрировались на сайте, у вас статус будет не рабочий, а статус будет прохожий. Его нужно обязательно поменять, чтобы иметь возможность нормально работать на seosprint. Это можно пройдя в раздел мои личные данные и заполнить там номер мобильного телефона. Ну а также номер счетов в системе WebMoney или чем вы еще пользуетесь. Ну а также остальные пункты тоже рекомендуется заполнять. После того, как заполнили, все сохранили. Объясню, зачем нужен номер мобильного телефона. Каждый день создается огромное количество мультиаккаунтов на сайте. Ну это различные мошенники пытаются таким образом пытаться заработать больше. Все это вычисляется администрацией. Они естественно банятся, но невозможно, скажем так, остановить. Поэтому администрация решила ввести верификацию по номеру телефона. Вы за это, с вас за это ничего не снимут, никаких денег платить не будет. Совершенно бесплатно. Просто вы напишите свой номер, вам придет на него смс с кодом, который вы здесь введете. Вот, собственно, и весь процесс. Итак, переходим непосредственно к заработку. Здесь есть четыре вида заработка. Это серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов и выполнение заданий. Скажем так сразу, что заработка хватает. Работы много. Вот видите, вот этот список по кликам. За один клик вы можете получить от 25, от 2,5 копеек до 3,3. Это если у вас не выставлен рефбэк. Вот, в принципе, ну здесь на вскидку ссылок, наверное, 50-60 есть. Вот, вы нажимаете на оранжевый кружочек и переходите непосредственно на сайт, который рекламируется. Вот сразу я вам скажу, что особо, в принципе, смотреть не нужно на те сайты, которые вы переходите, потому что частенько рекламируют всякий лохотрон. Вот сейчас яркий тому пример. Это подделка сайта вопросы mail.ru. Здесь рекламируется такой интересный лохотрон, типа предлагает научиться выигрывать кузеновую рулетку. Это сразу вам скажу невозможно, просто выкачивание бабла из неосторожных пользователей. Поэтому не обращаем ни на что на это внимание, особо не вчитываемся, а занимаемся своим делом. Вот, когда у нас прошел здесь отсчет внизу, у нас появилась там картинка со звездочками, посчитали сколько их. В данном случае у нас их 8. Нажимаем 8. Все, спасибо за посещение, плата зачислена. Можем спокойно это окошко закрывать и переходить к следующему клипу. Опять та же самая ссылка, но нам-то все равно нам за нее платят. Поэтому ждем, пока пройдет наши 20 секунд, считаем звездочки и получаем свою копеечку. Давайте дождемся. Три, два, один. Замечательно. Три звездочки мы сосчитали, окно закрываем. Наш заработок, он отображается сразу онлайн, вот здесь вот, вот в этом зелененьком окошечке. На данный момент мой заработок, точнее, величина моего счета составляет 19 рублей 45 копеек. Вот это немного, в принципе. Посмотреть сколько заработали всего можно в разделе моя статистика. Вот, на данный момент я заработал 102 рубля 165 копеек, в том числе от рефералов 16 рублей, вывел 72 рубля. Ну вот такая статистика. Здесь можно посмотреть сколько мы накликали, прочитали писем, тестов. Так, не будем бросаться, обратно перейдем дальше к заработку. С серфингом мы разобрались, чтение писем. Здесь, в принципе, ничего нового мы не увидим. Нажимаем на письмецо, читаем какое-то задание странное. Что от вас требуется? Отвечаем на вопрос. Обычный ответ на вопрос содержится либо в тексте письма, либо он интуитивно понятен. Что от нас требуется? Вот, только знание ПК и доступ в интернет. Отвечаем. Переходим на сайт. Ждем пресловутые 20 секунд. Кстати, опять тот же самый Лохотрон рекламируется активно. Ну, если он так активно рекламируется, наверняка огромное количество пользователей все-таки пытается заработать деньги этим нехитрым способом. Повторюсь еще раз, крайне не рекомендую этим заниматься. Следуйте моим советам, а я вам Лохотронов точно не посоветую. Так, посчитали звездочки 5 штук, заработали 5 копеек. Ну, неплохо, я считаю. Так, тесты. Прохождение тестов. Ну, сразу скажу, что тесты это не совсем интересное задание. Ну, по крайней мере для меня. Они, конечно, неплохо оплачиваются по сравнению с письмами и серфингом. Вот, сразу можно заработать 10 копеек на один тест. Но, зачастую авторы тестов совершенно не умеют их составлять. И прохождение одного теста может затянуться минут на 15 и закончится неудачей. Поэтому, в принципе, я их практически никогда не выполняю. Вот. Ну, и самый интересный раздел – это оплачиваемые задания. Задания есть на любую тему. Вот, например, по категориям есть. Зарегистрироваться на каком-нибудь сайте, где-нибудь что-нибудь покликать. Зарегистрироваться и что-то сделать где-нибудь. Постинг на форумы или блоги. Написать статью можно. Оставить отзывы или проголосовать. Инвестиции. Сразу говорю, не лезьте в эти задания. Форекс. Тоже лезть нет, если вы не разбираетесь в этом. Ни к чему хорошему это не приведет. Вот. Можно играть в игры за деньги. Ну, не знаю, насколько это интересно кому. Может пробовать. Воснаграждения, в принципе, есть неплохие. Правда, я не пробовал зарабатывать этим. Ну, и там еще что-нибудь. Вот. Ну, скажем так, сразу самое интересное – это, наверное, только клики. Потому что кликовые задания, они в основном быстрые, приносят достаточно неплохой доход. Я выполняю, например, только те задания, в которых вот такие вот стоят черточки, написано многоразовое. То есть, это задание можно выполнять каждый день обычно. Они достаточно неплохо оплачиваются. Вот есть задание рубль 10, например, там 70 копеек, 50 копеек. Ну, в основном я выбираю, вот сортирую задание где-то рубль плюс-минус 20 копеек. Это самое оптимальное будет соотношение именно по количеству заработка и по затраченному времени. Вот. Выполняя 30 таких заданий, на это у вас может идти, там, полтора часа, вы заработаете 30 рублей, грубо говоря. Можете зарабатывать больше, если захотите. То есть, все зависит только от вас. Работа, вообще, совершенно несложная. Давайте какое-нибудь выберем задание на бум. Ну, попробуем его сделать по-быстренькому. Ну, какое-то простое задание. Читаем. Нам нужно зайти на поисковик Google, набрать вот это вот, найти блок секрет. Зайти, перейти на одну рекламу Google в этом блоге и в данной рекламе перейти в три разных окна. Быть не меньше 30 секунд, на каждой ссылке ждать полной загрузки. Зайти на одну из статей в Куки. Пожалуйста, через секунду меняйте IP-адрес. Совершенно простое задание. Я предлагаю немедленно его выполнить. Начать выполнение. Нажимаем. А с автоматом отправить на Google. Значит так. Вводим в Google то, что нам нужно. Сверх секрет сер. Переходим на сайт. Куда нам нужно перейти? Так. А найдите блок секрет. Ну, вот, нашли блок секрет. Собственно, он первый. Закроем. Итак, блок секрет. Что нам нужно сделать? Перейдем на одну рекламу Google в этом блоге. Ищем рекламу Google. Ну, вот реклама Google. Давайте перейдем на какой-нибудь ссылок. Перешли. На ссылку мы перешли. Смотрим, что нужно сделать дальше. Так. Значит, нам нужно... Ну, немного неумело написано задание, но, раз уж мы взялись его выполнять, будем продолжать. Я вам рекомендую задание, которое вам понравилось, которое у вас не отняли много времени, помечать вот этим значком, заносить их в избранное. И потом выполнять их каждый день. У вас таким образом будет набита рука, вы будете уже не читая знать, что вам необходимо сделать. И тем более, если вам их оплачивают, эти задания, вы будете знать, что здесь все надежно. Итак, значит, нам нужно перейти по трем ссылкам. Давайте эту вот ссылку мы скопируем в отчет. Кстати, вот, да, тут обычно пишут, что нужно указать в отчете. Вот здесь вот. Для того, чтобы автор понял, что задание выполнено. Нам нужно три ссылки, по которой прошли по данной рекламе свой IP-адрес. И одну ссылку с перехода Google поисковика где найден сам блог. Ничего не понял, если честно. Одну ссылку с перехода Google поисковика где найден сам блог. А, ну, все понятно. Давайте вернемся сначала вот сюда. Нас отправил на первую страницу, ее мы скопируем. Вот. И еще IP-адрес наш просили. Наш IP-адрес написан вот здесь вот. Мы его скопировали и сюда вставили. Так, ладно, поехали дальше. Вернемся опять на рекламируемый сайт. Перешли куда-нибудь вот на эту страничку. Например, скопировали адрес, внесли в отчет. Ждем 30 секунд. Ну, в принципе, мы сейчас немножко схитрим ради того, чтобы не ждать 30 секунд. Нажмем еще какой-нибудь. Ссылку опять все скопируем. Еще куда-нибудь зайдем. Скопируем. Все, в отчет мы вставили три ссылки. И нажимаем отправить отчет. Так как я не ждал на сайте по 30 секунд, отчет отправлять я не буду. Потому что, ну, некрасиво это. Просто-напросто мы подвезем человека. Тем более, он может увидеть, что мы задание выполнили не полностью и откажет нам в оплате. На самом деле, вы нажимаете отправить отчет. И по сечению какого-то времени, обычно это быстро автор проверит выполнение задания. Если все окей, он оплатит вам 1 рубль 10 копеек. Собственно, на это задание мы потратили буквально несколько минут. И заработали целую рубль ящик.